МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОЛЬ, ты скоро там? Да сейчас иду. Ну что значит иду? Вся съемочная группа вон сидит, ждет тебя. Снимать пора уже. Слушай, ну а я крашу губы. Как я без губ начну... Хорошо, что ты не волосы. ...вести программу. Красишь. Да, я слушаю. Нет, она занята. Она сейчас в душе. Перезвоните позже. Кто звонил? Мужской голос. Подожди, так это мой телефон. Ну так не надо оставлять его, где ни попадя. Мой телефон всегда при мне. А у тебя? Сережа. Ты с моим мужем разговаривал и сказал, что я в душе? Ты понимаешь, что ты наделал? Это же будет скандал. Да спокойно, Господи. Да подожди, ага, да, конечно. Слушай, по кому позвонишь? Давай снимать уже. Он трубку не берет. Сереж. Слушай, ты раздеваешь проблему на ровном месте. Вот смотри, каждая женщина, если коллега позвонил сразу моментально, а изменяет, ну а если я пошутил, ну и что такого? Да какие-то шутки. Измена и есть измена. А тут есть повод подумать об этом. Измена, я тебе могу сказать, это от того, что женщина имеет, собственно говоря, свое собственное мнение по поводу измены. Но это же не конец света, в конце концов. Что, из-за этого семью разрушать? Измена, это и есть измена. Я тебе повторю второй раз и не хочу это больше обсуждать. Вот давай, кстати, об этом поговорим. Я думаю, что гости, которые сейчас придут к нашу программу, вот они нас и рассудят. Поверь мне, как всегда, с вами ведущие программы Асоль, Сергей Набиев. Эта программа о вкусах не спорит. И у нас в гостях харизматичный, жгучий, сладкоголосый Авраам Руссо. Ох, чувствую, жарко и будет беседа. Здравствуйте. Здравствуйте. Авраам, очень приятно видеть вас. Здравствуйте. Очень приятно, очень приятно. Присаживайтесь. Давайте. Я смотрю у вас книга. Не с пустыми руками к нам. Ну, конечно. Любите читать? Кого читаете сейчас? Не, не, это моя книга. Тебя. Да? Поведайте, поведайте. Это я, это я. А, вот это мои руки. Теперь узнал, теперь узнал. Ну, я думаю, что мы обязательно сегодня поговорим о книге. Буду рад, да. Да, но сначала нам все-таки хочется узнать, что вы думаете по нашей теме. Тема, тема брак без измен. Утопили это. Ну, я думаю, что мы это с вами четко понимаем. Разу бывает. Мы мудрые люди, мы мудрые люди. Так, мальчики, у вас говорится. Не, не, на самом деле, вот смотрите, 21 век отличается от всего остального, скажем, то, что было до этого. Сегодня очень сложно воздержаться, очень сложно сохранить вот святость в семье, потому что когда вот объединяются вот некие незнакомые люди, познакомились, им кажется, что это любовь, но страсть и организм, который, нужды этого, то есть человека, хочется, понимаете, его целовать, ее целовать, и возбуждаются внутри чувства. Нет, мне тоже хочется поцеловать, особенно я держу себя в руках. Держи себя в руках, да, точно. Я знаю, чем это может закончиться. Вы не только один. Так, мальчики, у вас опять коллеги. 21, будь сервист. Хорошо. На самом деле, вот, если все это анализировать, я не рассказываю от себя то, что я видел, то, что взял, я писал в книге тоже, то, что взял бесплатно, отдаю бесплатно, приходят женщины, девушки, говорят, не важно, от кого мне рожать ребенком, мне надо сейчас уже рожать ребенка. Биологически, естественно, да. Или говорит, пора, мне надо выйти замуж, потому что моя мама, мои родственники всем мне говорят. Все уже настаивают и спрашивают, когда? Почему-то все уже вышли замуж, ты не вышла замуж. И там и началось все это, первые шаги начались ошибочные. Смотрите, значит, глупые решения, глупые дела, они быстро за ними приходят, вот, разочарования, это одно. А вот когда самый, на английском говорят, regret, то есть я пожалел, сожаление, ты их не вернешь. Видите, 99% брака заканчивается с разводом и заканчивается тем, что этот маленький мальчик или девочка ходит без отца. И самое интересное, родился этот ребенок, открыл глаза, увидел Сергея отцом, и папа, папа Сергея. Прошу прощения, но факты... Ну, например. Хорошие примеры я вам скажу. А потом через два года этот мальчик начинает, ой, Николай, папа, Коля, папа, потому что Сергей ушел, пришел Николай. А теперь могут быть еще другие, появляются Махмуды и Хасаны и так далее. Психологическая травма, безусловно, для ребенка, я не знаю, насколько мужчина, собственно говоря, травмируется от этого. Или ему абсолютно по-парабану. Мужчина, они, сейчас по-телевизору не скажут, а по-фигисты. Это нормально. Нормально, да, войдет, но не средство, пожалуйста, это слово. В общем, это очень некрасиво. Современный мир – это катастрофа. Потому что святости нету, люди, им все равно. У нас сегодня тема «Брак без измен». Возможно ли этот вариант был просто в реалии жизни? Спросите себя, ваши родители, давайте начнем, мои родители, например, наши родители, другое поколение совершенно. Моя мать сегодня 90-летие. У нее первый муж умер, она вышла замуж за второго, моего отца. И также вот его жена умерла, они поженились. Сколько он был жив, с ней он умер, и она осталась вдовой. И также она не вышла замуж вторичным. Значит, здесь была святость. Чтобы измена была невозможна. Невозможно было, чтобы она изменила или он изменил. Значит, это настоящая любовь? Нет, 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 понимаете? Вы опять все-таки сейчас прыгнули и сразу сказали, как и все женщины сказали. Значит, это настоящая любовь? Да. Нет, не так ищут настоящую любовь. А как? Вы поделитесь. Любовь не вечна именно по этой теме. Что главнейшее здесь? Уважение человека. Сохранить святость семьи. Это важнее, чем некая, скажем, любовь. Любовь закончится. Смотрите, вы красивая девушка. Но я за углом повернусь, еще одну красивее увижу. Еще красивее. И куда дальше? Если каждую попавшую я должен взять ее и любить ее, и следующую любить, и следующую любить, куда дальше нам идти? Я думаю, что, скорее всего, человек доживет максимум до сорока, если так постоянно любить, 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 и менять, 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 менять. Нет, у вас вот это, Петро? Я отдельный персонаж в этом плане, но мы хотим донести до зрителя истину. Пытаемся закопаться. Истина одна, истина у Бога. Господь создал человека, создал Адама и создал Еву, не создал Евы. Так, да. Поэтому и вы сами думаете. Я вам истинно говорю, кто-нибудь, если даже пророк говорил, кроме вот этих слов, он не истинный пророк, значит, одному мужчине, одна женщина. Браво. Пусть весь мир вешается и скажут, я богохольствую никак, я вам истинно говорю. По вашим словам, фактически люди после того, как сходили в государственное учреждение под названием ЗАГС, должны венчаться. Сто процентов, потому что перед глазами Господа ЗАГС это ЗАГС. Тогда будет некая боязнь изменная. Потому что это будет нечистое отношение, это будет проституция. Если ты не перед глазами Господа. Истина одна, истина у Бога. Если каждый из нас будет сохранить вот истину в себе и не зная, а как я могу быть полезен для других людей? Разбудить надо человека, спящего, понимаете? Ваша книга как раз называется «В поисках истины». Сто процентов. Смотрите, пять-шесть лет эту книгу я писал. Работал над этой книгой реально. Триста семьдесят страниц, скажем. Из них семьдесят страниц, а биографическая, я рассказываю, как можно найти в себе Господа и истину. И писал, 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 писал. Для чего? Чтобы спасти. То есть спасение души человека. Надо было читать больше тысячи книг. А вы этим не будете заниматься. И ни один человек не будет заниматься, чтобы пойти. И таким простым языком, доступным. Когда начинается... Здесь есть богословие. Богословие. Давайте будете читать богословие. Не поймете. Даже Библию читают, они плохо понимают немножко. С такими вопросами приходят. Для меня цель одна в этой жизни. Две вещи. Спасение духа человека и тела его. Потому что это тоже дар Господный. Первую книгу завершил, писал. Для спасения души и духа. А вторая книга сейчас работает. Медицинская. Для спасения тела. Чтобы каждый читающий стал врачом самого себя. Самое главное, чтобы человек не рухнул духом. Кто силен духом, он не рухнет. Смотрите. В 2006-м, это не секрет. Все знают, чтобы хотели лишить мою жизнь. Реально мог бы умереть. Даже после этого я мог бы вообще не существовать. После такой травмы, скажем. Я поэтому, слушай говоря, и не поднимал вопросов на эту тему. Силен духом останешься когда. А как ты можешь быть сильным духом, если у тебя веры нету в тебе? Вера. Твоя вера и тебя спасет. Сказал так Господь. Авраам, тогда скажите, события как раз вот именно того периода сподвигли вас на написание книги? На поиск истинной? Нет, нет, нет. Это после 2009-м году. В 8-м, извините. В один прекрасный день возвращаюсь домой. Я надеюсь, что люди поверят в меня, что я рассказываю. Пришел спать. В час ночью спал и в 5 утром просыпаюсь. Просыпаюсь на левом боку и голос у меня в ухо говорит. Авраам, просыпайся, говорит. Дух в тебе войдет. И я парализован, не могу двигаться полностью. Это не рассказывал я никогда. Может, даже не помню, в книге писал или не писал. Может, испугался писать даже. Я вам расскажу. Клянусь, я вам говорю. Я лично верю. Да, значит, и не мог двигаться страх. Просыпайся, и все тело у меня начало трясти. И зашел во мне, как холод, сильнейший холод, и вышел. И после этого отпустило тело, тело начало трясти и начал двигаться. От страха повернулся сразу направо и включал вот лампочку. Сидел. Сидел до 7 утра. Вы были один в этом году? Один, один в комнате, один. В наш вале штат Теннесси. Да. В гостинице трясти. Сидел, скажи, господи, я чего это... И не понимал, для чего это слышал. С кем-то захотелось поделиться? Нет, не говорил. Так, может быть, та самая ночь повлияла? Начало. Начало всех началось. С чего-то надо начать. Там я начался и продолжил. Сегодня меня приглашают проповедовать. Я артист, певец. Позавчера я снимал клип новый, но новая песня. Параллельно идет. На сцену хожу, танцую, двигаюсь. Видите, вот та жизнь не мешает мне в эту жизнь духовности. И при этом с утра до ночи, до сна, момента кровати, скажем, лечь, я постоянно призношу имя его и хвалю его, понимаешь? И всегда с молитвами. Значит, в моем сердце есть любовь. Если не было бы любви, Господь не жил бы в твоем сердце. Сохранив в чистоте сердце. То есть, если в сердце человека есть грязь, Бог не сможет обетовать, жить вместе с грязью. Поэтому надо чистить. Глядя на тебя, знакомый и незнакомый, я должен увидеть в тебя любовь. И недостатки я не должен увидеть. Если увижу в тебя недостатки, в ней недостатки, я не смогу этим мириться. Поэтому и все, вопрос первый, вот, измена и так далее. Потому что мы друг друга находим недостатки и ошибки, и плохие черты. И ищем выгоды друг друга. Когда мы перестанем все это делать, мы будем жить гладко и хорошо. И у нас проблем никогда не будет. Поверьте мне. Хорошо. Авраам, мы сейчас еще вернемся к Нигерасе. Еще поговорим о вашей супруге обязательно. Красавица-жена. Мы следим, так сказать, через средства массовой информации. Но, поскольку у нас тема сегодня брак без измен, в измене виноваты два человека, мужчина и женщина, либо только мужчина, а женщина всегда жертва. Не-не, есть женщины тоже, смотрите, они. Но женщины очень часто, узнав, что муж изменяет где-то как-то, они могут отомстить. То есть, чтобы, да, и... Вот и там и начинается их грехи. Закономерно, это закономерно, потому что эмоции переполняют. Вот и все. Ну, вот так жить нельзя, смотрите. Если тебя не устраивает этот человек, обойтись его стороной. Прости Господа, чтобы он убрал его от твоей жизни. Сам уходи. Вот не мне решить. Нет, да, вот это... То есть не мое дело судить, а мое дело любить. Что делать женщине, если ее мужчина ей изменил? Пункт первый. Обязательно прощать. Прощать я имею в виду не в принципе, а в душе. Для того, чтобы не носить вот эту тяжесть внутри себя. Простить, как бы выкинуть из себя вот весь этот негатив, вот поднять руку и сказать, ну все, вот я тебя прощаю. Пункт второй. Зафиксировать собственную прибыль. Пусть подарит материальный подарок, если уж реально накосячил, пусть отрабатывает. Потому что мужчина, когда будет работать для вас, он еще больше будет вас ценить. Пусть он вас отпускает в фитнес-клуб, на йогу, на дискотеку, в кино с подружкой и так далее, и так далее. А в этот момент сидит с детьми. То есть он должен обязательно понести наказание, я бы так не побоялся этого слова. То есть ответственность за содеянное. Попросите подарок. И вот если он не хочет ничего для вас делать, и изменщик подлет такой изменяет вам, то тогда, да, наверное, нужно уже расходиться с этим человеком. Но повторяю еще раз. Расходитесь вы с чистым сердцем. Потому что все-таки, в конце концов, если измена произошла, то, как всегда, виноваты оба. И по-английски же уходить. Можно за стол переговора сесть, по крайней мере, сохранить этот брак. Ну, смотрите, есть некоторые... Вы знаете, вот болезнь... Это не шутка, реально так и называется. Мало кто знает про эту болезнь. Эта болезнь, скажем, это болезнь леопарда. Это в основном мужчина болеет. С одной же, с той же самкой леопард не может заниматься любовью еще раз. То есть, ну, так скажем, любовью там. Я здоров, я не болею. Мужчина, если у них это... Вторично они не хотят видеть. А это как развивается эта болезнь? Значит, зависит от состояния человека. Это в основном сейчас богатые, новое поколение богатые. Вот новые русские, да, которые... Потому что это дозволенность. Да, все, они выходят. Они каждый день и могут и каждый день, и каждый день продолжается, продолжается. Сверхактивность вот сексуальная у них в жизни. Они уже доводят себя в тупик, не могут своими женами. Им неинтересно. Они не видят в ней ничего интересного. И пошла, и поехала. И она нашла, потому что организм тоже требует у нее. Она тоже начинает с кем-то гуляться направо-налево. Потом и начинается. И он в грехах, и она в грехах. И дети страдают, платят счета. Понимаете? И девочка видит маму такое, понимаете. И тогда на такой же путь пойдет. Страшно. Поэтому надо приостановиться. Надо поставить точку. Россия на грани катастрофы по этим делам. Я вам говорю, если... Сейчас скажете весь мир. Нет, не весь мир. Здесь гораздо больше. Я вижу. Семейная жизнь – дело нелегкое. Особенно, когда вопрос касается супружеской верности. Давайте узнаем, можно ли простить измену. Сейчас я считаю, что нет. Не знаю, не знаю. Нет. По истечению времени, наверное, да. Я думаю, нет. Как вы считаете, возможен ли брак без измены? Нет. Думаю, что очень маловероятно. Мне бабушка с дедушкой говорили, что возможен. В реальности – нет. Чисто теоретически может, но мне кажется, вряд ли. Я думаю, возможен. Человеку интересен человек всегда. Вы изменяли в отношении? К сожалению, да. Это были мои ошибки. Можно сказать, что у мужчин это более физиологически оправданно, чем у женщин. Но хорошая измена может укреплять брак. Авраам, у вас прекрасная красавица жена Морелла. Вы с ней познакомились во время ваших выступлений в США, насколько я владею информацией. Скажи… Вот можно… Кто к кому подошел, кто с кем взял знакомый? Я подошла к моему администратору тогдашнему с предложением, с резюме предложением работать. То есть сотрудничество. Она работала с артистами некоторыми тогда. Ну, я посмотрел и в резюме, то есть, конечно, я заметил ее, она стоит, разговаривает с ним. Мне она понравилась как девушка. И посмотрел в резюме, такая должность у нас нету в России. То есть, это ассистент турменеджера. А турменеджера нету. Здесь что, ассистент его был, например. Ну, там есть. Есть директора, которые по срокам и так далее немножко отличаются. Ну, я ей позвонил, приглашал в какой-то клуб. Тогда я был приглашен. И потихонечку развивались наши отношения. Круг другу понравились. Сначала была, скажем, помолвка. Потом через еще год свадьба. И так и отношения. Ну, у вас наверняка, как у яркого, интересного мужчины и известного артиста, было много поклонниц. И наверняка они тоже подходили со своими предложениями. Колоссальный опыт. Я думаю, что не только было, но еще они и есть. Да. Как вы, как вы, как вы, так, хватит перемиги. Ну, а что это? Нормально. Скажите, как вы поняли, что именно морал должна стать вашей женой? От судьбы не сбежишь, мне кажется. Есть реально такие вещи, которым, по крайней мере, я не решал в моей жизни. Сейчас я не буду влезть в чужую жизнь. Но то, что со мной, например, не думаю, что много чего я решал в этой жизни. Поэтому я не парюсь никогда. И спокойно. Есть человек, который вы встретили без мечты, это я. Не может быть. Каждый мечтает? Нет, нет мечты. Ноль. Нет. Самые ближайшие планы, это которые вот... Песни записываются. То есть ближайшие, то что связаны по работе. А при этом, работоголик, я работаю 24 часа в день. Телыми днями там не сплю, работаю, работаю, пахаю, все делаю очень хорошо. Как надо. То есть доверяешь мне работу, я доведу это до конца. Но при этом вы живете одним днем, что ли, получается? Да. Но не могу... Нет, с надеждой на завтрашний день, на Бога. Хорошо. Но если вы сказали то, что Морелла ассистент турменеджера, очень редкая профессия или должность, как это называется, для нашей страны, она прекрасно понимала то, что, в принципе, вы... Не знала. Не знала. Да, но она... Она вообще представления не имела... Она думала, живя там, думает, что практически шоу-бизнес одинаковый. Но это не так. Ну, это вариант. И вы лакомый кусочек для многих обольстительниц. Очень закрытая она девушкой была. Она не столкнулась очень с нашим шоу-бизнесом. Реально, у них туры, вот, знаешь, три месяца гастролируют, все, потом пауза. А выискала работу, то есть. То есть вы можете сказать то, что это божественное вмешательство? Сто процентов. Путей Господней неисповедимой, как Авраам говорил всегда, отец то с ней. И все это, если понять, мы не знаем, почему соединяет. Сейчас очень часто я слышу дети, которые... Они не общаются с своими родителями, с папой в основном не общаются. И проклинают его, говорят, он плохой и так далее. Потому что мама запрещает? Или потому что кто-то ребенку рассказал, что папа в свое время, ну, немножко, так будем говорить, плохо поступил? Глупости матери, сто процентов. И они берут позицию такую вот отрицательную. Я говорю ему, говорю, ведь Господь выбрал, чтобы это стал твоим отцом. Ну да. Мог бы совершенно другого человека выбрать. Поэтому нельзя никогда вмешиваться в его дела. Давайте поговорим немножко о вашей творческой карьере, потому что, судя по всему, за написанием книги вы пропали с экранов. Я не спрашиваю, почему, возможно, это был какой-то творческий ход. И у вас сейчас работа на клипах завершена или она все-таки еще длится? Но я не совсем пропал, я работал, все это время я пел. То есть я не ушел никуда в тени. Нет, я всегда пел. И кто мне хотел услышать, приходили, пригласили, выступал. И так и выступаю. Просто периодами активность появляется, то есть более активно начинаешь заниматься этим, периодами чуть-чуть менее активно. Но сейчас я взял такой, то есть период, я буду бомбить в ближайшее, скажем, сколько Господь даст мне силу, в ближайшее вот короткое будущее буду работать. И так и буду работать. Ну, вообще, на самом деле, не знаю, как ты, Ассуль, я вот лично знаю Авраама еще где-то лет 12 тому назад, он очень сильно изменился. Вы очень сильно изменились духовно. Да, видите. Вы передо мной просто абсолютно другой человек. Перерождение произошло своеобразное, причем это не какие-то красивые слова, я говорю. Правильно, правильно говоришь. Вот. И вы, наверное, уже стали менее скандальной личностью, потому что, ну, все-таки... Не я создал тебе скандалы. Десять лет тому назад... Ну, там кто стоял рядом со мной тогда? Интриганта, когда появляется, я мирный человек всегда. Уклоняйся от злодела и добро, ищи мира и следуй за ним. Но если рядом стоячий, и ты немножко не понимаешь, я много чего не понимал тогда реально, тем более здесь в менталитете. А теперь в менталитете я понимаю. Поэтому сложно будет развести в какой-то скандал. Лучше отскочить, уйти. Спокойный мир. Мирный способ. На русском языке мир двойное значение имеет. Мир это мир, world как, и мир это peace. То есть два в одном. В миру должен быть мир. Красиво. Очень красиво. Прекрасные слова. Спасибо вам большое за то, что вы уделили время. Поделились своей истиной. Принесли нам книгу. Я надеюсь, вы нам ее подпишите. Сто процентов. И все есть больше для вас, для вас. Спасибо. Спасибо большое. Потому что я этот экземпляр не только буду хранить, но я еще прочитаю. Обязательно. И еще познакомлю еще многих своих друзей. Это была программа... О вкусах не спорят. И с вами были ее ведущие Сергей Набеев и Ассоль. До свидания. Увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok